Теплые вещи на случай холодных ночей, бронежилеты и каски, сухпайки, автоматы. Это все, что берут с собой штурмовики перед выездом на первую линию обороны. Ночные вылазки – обычное дело для украинских защитников. Десантники 80-й бригады круглосуточно сдерживают штурмы противника, находясь под постоянным огнем. На одном из таких боевых выездов побывала наша Алена Грамова. Глубокая ночь, но пехотинцам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады не до сна. Они готовятся к боевому выезду в Бахмутский район. Этой ночью Николай спал всего 4 часа. Говорит, его одолевало неволнение, к своей работе привык. Перед сном долго говорил по телефону с семьей. Родные всегда переживают. Перед выездом на первую линию обороны, бессонница – привычное дело. Кто как себя настраивает? Кто как себя настраивает? Есть такие, кто переживает и не может уснуть. На иголочках, что туда идти, там обстрелы, там все, что хочешь. А есть такие, что спят. Могут даже проспать выезд. На выезд. Бойцы говорят, выспаться перед выездом крайне важно. Там, на боевых позициях, будет не до сна. А бывает, что двое суток там не спите? Бывают, начинают крыть и не хочется спать. А чем кроет? Артиллерия? Минометы, артиллерия, авиация. На боевой выезд защитников всегда провожает их талисман. Котенок по кличке Десант этой ночью тоже не спит. А дедке взялся? А откуда он взялся? Местный. У ребят была кошка. Родились у нее котята и мы взяли себе сразу. Десант. Да кто как хочет, тот так и называет. На сборы у солдат времени немного. Взяв лишь все необходимое, занимают места в бронемашине. Все. Все, вперед. Теперь до самых передовых позиций пехотинцы доберутся на бронетехнике. Она сможет уберечь военных от российских обстрелов. Но чтобы этого избежать, определенный участок пути преодолевают в полной темноте. С выключенными фарами. Ну мы там едем без света. Ну мы едем там без света. Есть у нас прибор ночного видения. Насколько сложно ехать без света? Очень трудно. Очень. Потому что машина нелегкая. Но едешь. Должен их и довезти, и вывезти. Тяжело. Легкого ничего нет. Но мы справляемся. Недооценивать противника, говорят защитники, не стоит. Россияне всегда ищут слабые места. Поэтому такая пересменка на позициях должна проходить с соблюдением всех мер безопасности. Именно поэтому мы это делаем маленькими группками. Разделяем людей. Четыре человека, максимум пять. И заводим ребят на позиции. С интервалом 10-15 метров они идут. Заходят на позиции, потом другая группа также движется домой. Сменив предыдущую группу, бойцы заступают на дежурство на несколько суток. Их задача – оборона украинских позиций. Однако при возможных российских штурмах всегда готовы вступать в прямой контакт. Алена Грамова из Донецкой области для телеканала Freedom.